так у нас здесь есть очень неплохо смонтированная кровля сейчас пройдемся по ней посмотрим по мелким косякам и вообще как основные моменты узлы которые как правильно собираются значит по косякам здесь у нас выносной маурлад значит он сейчас подложен временно на эту доску промазались высотой колонны надо будет компенсировать этот зазор и заполнить его значит на цемент песчаный раствор и так далее так значит затяжки значит все затяжки выполнены на гвоздевое соединение значит и на две шпильки значит на затяжках всегда должно быть две шпильки минимум диаметром 12 миллиметров и шайба 36 начну еще по хорошему нужен бы гровер но как бы много его кто не ставит к сожалению но после сборки деревянной конструкции когда она подсохла надо обязательно порядке все болтовые соединения протягивать потому что они дают слабину и потом значит болтаются значит что здесь сделано значит добавлен джут деревянное соединение стропилы и затяжки потому что утепление здесь пойдет по стропиле и без переходом в горизонт все соединения в зоне утепления с деревянными элементами с нахлёстами и со стыками должны утепляться через любой уплотняющий материал джут пенофол там все что угодно но лучше натуральные материалы вот здесь добавлены кобылки значит здесь тоже самое значит к сожалению здесь под углом закручены шпильки потому что шпильки уже монтировали непосредственно на месте и но инструмент не влезает поэтому чаще шпилек идет под углом так потом фронтон значит у нас холодная кровля сейчас зима она кровли не будет утепляться потому что пиломатериал сырой и он просто загниет если его утеплить поэтому начал обязательном порядке фронтон в зимний период если не утепляется крыша должен быть утеплен до зоны перехода в горизонт либо выше на метр вот эта часть зоны фронтона обязательно должна иметь утеплитель если туда утеплитель не положили это будет очень большая значит тепловая потеря так что здесь еще хорошего ну мол рад все весь на анкерах затяжками с уголками саморезами желтыми не черными черных саморезов нет зона доделана ее надо будет доделывать в период когда будет утепляться уже непосредственно скат и соответственно его надо будет утеплять до внешнего края стены так но здесь еще не доделана уголки покрашены вот такая вот кровля потом значит у нас часть кровли сделана на выносных аутриггеров аутриггерах без мурлата то есть у нас мурлата здесь обрезан значит зона аутриггера она получается комбинированная по утеплению 150 200 в этих местах тут тоже проложен значит джут тоже все в этом плане утеплено о веранде гидроизоляция тоже проложена под балкой на шпильках увешана тоже собрано все достаточно хорошо так значит есть еще одна проблема какая насчет про конек уже поговорили то что он сделан хорошо значит вот эту зону все что находится выше зоны утепления необходимо достаточно хорошо вентилировать значит вентиляция должна быть предусмотрена тремя способами первый способ значит делать слуховые окна в фронтоне значит выше зоны утепления чтобы воздух попадал в эту зону и выходил через конек второе значит в мембране делается специальная прорезь с натягиванием на контур на обрешетку чтобы вода не попадала в эту зону и третье есть специальные брасовские вентиляционные решетки которые вставляются в стык мембраны в каждое межстропильное значит пространство чем самым через вент зазор попадает воздух сюда но решение достаточно дорогое одна вент решетка стоит порядка 350 400 рублей соответственно здесь 20 стропил 40 решеток но для порядка там 12 15 тысяч рублей на реализацию только вентиляции это с решеткой это уже ремонтный способ потому что в этой зоне достаточно часто потом образуется конденсат просто из-за того что там чуть теплее снаружи холодно и прям мембрана вся начинает тоже конденсировать на нее выпадает точка росы и все и с этим потом приходится бороться вот как-то так и так но здесь еще не доработано до конца здесь вот это все надо утеплять это все надо утеплять но это все будет уже весной когда будет делать фасад и соответственно утепление уже непосредственно кровли вот такие у нас тут мы здесь специально значит ребятам была еще дана рекомендация когда проверялся вкладка второго этажа удлинить аутриггеры чтобы у нас консольная часть не перевешивала ну что было всего на три стропила то есть вот эти две были с аутриггером и все в этом решили их продлить более длинные как бы пример хорошо собранной крыши так в общем видео о том как правильно формировать конек для выхода воздуха из-под холодной кровли значит делается вот такая клапан значит он идет у нас вот до сюда вот до сюда отсюда и на ту сторону соответственно и он выходит свободно ничто его не должно удерживать а вот основная мембрана если мы посмотрим тут есть у нас щель где-то два-три сантиметра свободного выхода воздуха из-под кровли вот то есть вот наш конек и он зажат вот здесь так карнизный свес водосточка крюки и капельник значит верхний что здесь не так значит вот эти крюки надо делать запил в доске значит и утапливать эти крюки и соответственно металлы капельник будет идти по ровной плоскости сейчас он сделан так что он короче плавает у него поверхность но так как это металл черепица начинают делать чуть по-другому значит эти крюки могут быть смонтированы значит вот так как они смонтированы от крюка до крюка ставится девятка или 12 юсби фанера буквально там 10 сантиметров шириной и на нее уже можно смонтировать капельник и потом на нее уже ляжет металл черепица это дает тем самым фанеры юсби здесь вначале дает небольшой подъем фоне этой металл черепицы и у нас последний черепица она как бы вот так вот не клюет то есть соответственно надо будет на этот чуть-чуть доработать уже загидроизолирована мембрана вокруг феншахты тоже правильно сделано вот ну и здесь из такого серьезного это вот кара не убрано доске все остальное здесь принципе достаточно хорошо так все сделано все единственное что еще под этот под металл этот снегозадержателя доску еще надо будет набить чтоб четко попала доска в этот саморезы попали в доску так принципе неплохо сейчас откопаем тут и по поводу значит формирование вен зазора тоже важный момент начну две капельник зашел желоб под желоб нагибаемся видим сетку соответственно у нас здесь получается нижний капельник вот этот и верхний капельник они разнесены между собой вертикальной проекции значит соответственно когда у нас зимой вот так вот завалит снег у нас крыша будет дышать вот отсюда значит это самое главное преимущество использования длинных крюков в отличие от коротких крюков потому что у нас с мембраны вся вода которая будет конденсат скапливаться она будет выходить вот поэтому капельнику конденсата значит если крюки у нас короткие которые крепятся на лобовую доску мембрана как правило заканчивается до окончания лобовой доски и влага которая может скапливаться на мембране она выходит уже через подшив соответственно возможно образование сосулек на подшиве но это актуально только для металлочерепицы по большей части остальными кровлями проще в этом плане конденсат образуется сильно меньше